Добрый день еще раз, коллеги! Всех с наступающим! Прежде чем несколько слов скажу по повестке дня, по документам некоторым, подписанным недавно. Ряд документов касается поддержки российских железных дорог. Понятно, что компании нужно развиваться, запускать новые проекты, строить современную инфраструктуру. Для этого нужны дополнительные инвестиции. В этом году уставный капитал железных дорог наших был увеличен более чем на 64 миллиарда рублей. Я только что подписал документы, которые вносят изменения в устав компании, а также распоряжение, которое предусматривает в этом году еще один взнос в уставный капитал в размере почти 9 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на развитие Малого кольца Московской железной дороги и ее радиальных направлений. Часть средств также будет использована на создание высокоскоростной магистрали Москва-Казань и на строительство железнодорожной эстакады через Рязанский проспект. Еще один документ касается дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства. В сложившихся экономических условиях, учитывая наши проблемы, внешние факторы, небольшие предприятия особенно зависят от доступности финансов. Также подписано постановление правительства об увеличении уставного капитала акционерного общества Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства на 30 миллиардов рублей. Эта мера должна поддержать наш малый и средний бизнес в столь непростое время. Ну и кроме того, хочу обратить на это внимание всех руководителей федеральных структур. Я утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2016 год. Выполнение плана направлено на реализацию положений, которые предусмотрены программными документами развития государства, программными документами президента, правительства. На 2016 год запланирована разработка 57 законопроектов, но, как показывает опыт, жизнь обычно гораздо богаче и общее их количество, естественно, будет гораздо больше. Теперь несколько слов по повестке. Мы рассмотрим законопроект о внесении изменений в законодательство по страховому делу. Речь идет о нескольких новеллах. Целью первой из этих новелл является повышение доступности страховых услуг в части пенсионного страхования и страхования жизни. Теперь по ним будет предусмотрен упрощенный порядок удаленного заключения договора страхования в виде электронного документа, что, конечно, должно снизить и временные издержки. Тех, кто хотел застраховаться, достаточно просто выбрать на сайте услугу, ознакомиться с правилами, тарифом и заключить договор в электронной форме. Ну и вторая инициатива позволяет снизить административную нагрузку на страховые медицинские организации. Еще один законопроект направлен на повышение прозрачности наличных денежных расчетов. Он запускает поэтапный переход всех точек продаж на новую контрольно-кассовую технику. Их обмен информацией с налоговыми органами перейдет полностью в электронную форму, наконец, и будет осуществляться непосредственно прямо при совершении сделки, то есть в онлайне. Это касается, обращаю внимание, и платежей наличными, и платежей с использованием пластиковых карт. Мы рассчитываем в этом ключе и на снижение теневого оборота наличности, и на увеличение, что на самом деле очень важно, налоговых поступлений в бюджет. Для недобросовестных налогоплательщиков предусматриваются штрафные санкции и увеличивается срок давности привлечения к ответственности. Естественно, эти новации будут применяться там, где есть нормальная связь, но при ее отсутствии, этого исключать невозможно, пользователь обязан не только передавать, но и фиксировать информацию на специальном фискальном накопителе. Также мы рассмотрим законопроект, который улучшает ведение статистики взаимных расчетов и торговли России с государствами, членами Евразийского союза. Сейчас учет перемещения ведется на основании специальных форм, которые предоставляются ФТС, далее в Росстате они обобщаются, направляются в Евразийскую комиссию, при этом не все участники торговли предоставляют такие статистические формы, некоторые учитывают неверные данные, в общем, все это сказывается на учете товаров. После принятия законопроекта введением статистики будут заниматься исключительно таможенные органы. Каждый участник торговли будет обязан представлять им статистические формы, ну а уже ФТС, в свою очередь, получит полномочия, значит, либо привлекать к ответственности тех, кто не представил такие документы, либо указал недостоверную информацию, ну и так далее. Сегодня мы, как водится, распределим и некоторые субсидии, в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу обязательного медицинского страхования, ну и некоторые другие вопросы. У нас с вами, уважаемые коллеги, теперь уже точно завершающее заседание правительства в этом году. Наши коллеги, другие отрасли власти свою работу уже завершили. Я имею в виду парламент и Государственную думу, и Совет Федерации, но правительство все время на своем посту находится. Хочу в этом контексте сказать, что год действительно был весьма непростым. Еще раз поблагодарить вас за слаженную работу, поздравить с наступающими праздниками. Желаю тем, кто сможет в эти праздники отдохнуть. Но мы все понимаем, что члены правительства, как высшая исполнительная власть, даже на отдыхе обязаны контролировать ситуацию в сфере своей ответственности и быть готовыми немедленно включиться в активную работу, если это понадобится.